Вячеслав Костина Звуковое исследование показало наличие камня в мочевом пузыре. Медики срочно привели операцию. Я не ожидал, что это сложная операция такая, понимаете. Там это грыжи, это мелочь. Забрали кишки и зашили. 150 литров воды перекачали через меня, чтобы промыть. Представляете, день и ночь капельница. Вячеслава Костина прооперировали в первой клинической городской больнице в Самарканде. Операция оказалась тяжелой. На больничной койке бывший ученый и агроном уже почти месяц. Справиться с послеоперационными болями и пройти весь курс. Реабилитации помогает верная супруга. В феврале месяц обезболивающие. Сибирские вот эти здоровые травы, брусника, медвежьи ушки. А ему хуже и хуже. И вот эта операция уникальная была. Они говорят, что в состоянии кризис миновал, и пока нельзя выдергивать катетеры с мочевого, потому что должно зажить. Там был тампонаж на 30,5 метра марли, все это кровоточило. Пока он еще слаб, и поэтому мы здесь еще находимся. По словам урологов, такое заболевание, как аденома предстательной железы, в большинстве случаев наблюдается у мужчин пожилого и зрелого возраста. Во время хирургического вмешательства с мочевого пузыря больного вытащили камень довольно-таки большого размера. Несмотря на его возраст, 83 года, ранее перенесенную операцию, 20 лет тому назад он перенес очень сложные, очень тяжелые операции. По поводу заболевания пищевода, пищевод удалили и из желудка создали пищевод. Вот, понимаете, вот 20 лет тому назад, и после этого эта операция по виду была очень удачная, и вот он даже не чувствует это состояние. Ну, в данном случае тоже более-менее ему предстояла тяжелая операция удаления вот этой аденомы. И заодно мы удалили камень мочевого пузыря. Когда в мочевом пузыре скапливается моча, у него уже мочевая долга была нарушена, и тогда вот эти соли оседают, и образуются эти камни. Ну, правда, полное такое представление, как образуются эти камни, до сих пор еще в науке окончательно не решено, но в первую очередь имеет значение вот этот застой мочи в мочевом пузыре. Супруга нашего героя Татьяна Костина сердечно, благодаря медикам, говорит, что ее супругу подарили вторую жизнь. В знак безграничной благодарности она вручила оперировшему врачу букет цветов. Благодаря укреплению материально-технической базы и современному медицинскому оборудованию в первой клинической городской больнице нередко проводят подобные и более сложные виды операций. Здесь работают 12 врачей и 45 других медицинских работников, медсестер и санитарок. Бринчсон шахар шфохонасы, иллиг бишкойкадан оборот болып, 80 фойз узын молелэлэштириске утказылген, и 20 фойз бюджеттен таминленедиген шфохона. Бу, куб тармақлы шфохона болып, шфохонамызда барча бөлімлер маучуд. Диагностика бөлімі, типада хирургия, урология, неврология, терапия, гинекология, лор бөлімлэр, Реанимация бөлімлэр маучуд бөлімлэр, шу бөлімлэр, аджоып, кулыгүл шфохонар, холят курсатпкен мақты. Еще несколько лет назад медучреждение находилось в плачевном состоянии. Условия работы не соответствовали современным стандартам. После капитального ремонта больница полностью модернизировалась. Она рассчитана на 55 койко-мест.